так здравствуйте здравствуйте ну наверное не мои подписчики но участники марафона да всем здравствуйте меня зовут виталий микрюков подключайтесь да здравствуйте здравствуйте давайте немножко познакомимся потому что я здесь первый раз я думаю что здесь наверное есть люди которые меня знают а есть те кто меня не знает вот поэтому будьте добры напишите если знаю то плюсик если нет ну можно нолик или минусе ну короче плюсик означает что вы меня знаете минусик нет давайте вижу окей окей да здравствуйте супер я подготовил небольшую презентацию еще которую я буду включать поэтому да на всякий случай я представлюсь да вижу знаете супер это радует да меня зовут виталий микрюков я кандидат медицинских наук врач косметолог специалист по удалению татуажей тату и сегодня мы с вами будем беседовать сейчас небольшая такая пока собирается аудитория небольшая вводная часть кто-то будет смотреть это в записи поэтому я в любом случае представлюсь да сегодня будем с вами беседовать о строении физиологии кожи для мастера перманентного макияжа я считаю что тема важная полезная потому что в основном вас учат различных школах курсах и так далее как делать красиво вот моя задача и моя цель научить сделать так чтобы было еще ну не то что не больно но чтобы было не травматично чтобы вы понимали что от кожи этой физиологии довольно много тоже зависит поэтому расскажу краткий план чем мы сегодня будем заниматься я запланировал сегодня час эфира на нем разберем три важных вопроса да 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 супер полезно я тоже так считаю вот разберем три важных вопроса посвященных обновлению эпидермиса посвященных травме заживлению кожи и ну я думаю что успеем это цветовосприятию то есть это такие важные вещи которые я думаю что будут полезны и вы по-другому взгляните на свою работу да супер давайте тогда потихонечку начинать я еще несколько еще важных моментов ну что кто-то будет записи смотреть кто-то еще в завершение эфира вас ждет много подарков будет розыгрыш курса по строению кожи раз будет бесплатные бонусы и плюшки всем участникам кто пробудет до конца и узнает как их получить вот поэтому имейте это в виду в конце будет много всяких приятно приятностей и будет конкурс в течение всего эфира я буду читать вопросы и на мой субъективный взгляд от себя поставлю вот на мой субъективный взгляд лучший самый интересный самый какой-то ну такой не знаю даже заковыристый наверное в общем самый интересный вопрос на мой субъективно абсолютно ничем никаких критериев нет вопрос я подарю курс по строению физиологии кожи который вы сможете пройти получить электронный сертификат поэтому не стесняйтесь участвуйте задавайте вопросы ну давайте кто откуда нас смотрят давайте так напишите откуда вы город страна давайте чуть-чуть разомнемся чтобы у нас была обратная связь на здравствуйте напишите кто откуда я буквально сейчас еще пару минут и поедем да всем доброго дня украина беларусь спб санкт-петербург круто круто казахстан вижу казахстан темиртау супер хакасия город абакан новосибирск кыргызстан то есть география такая нас обширная смотрю саратовской области волгоград италия пиза не падает еще башенка не упала там был в пизе прикольно так 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 и вантеевка ставрополь великий новгород махачкала челябинск круто молдавия с при просто участники еще подключаются поэтому буквально еще минутку-две подождем тех кто там опаздывает тогда набережные щелны татарстан мурманск мурманского область южно-сахалинск супер ставрополь круто я вас попрошу сегодня будут много интересных картинок поэтому ну не этой stories но каких-то можно каких-то интересных моментов делать скриншоты потом сделать себе репост в stories показать своим подписчикам своим клиентам что вы учитесь что вы развиваетесь и так далее ну и упомянуть меня мой аккаунт доктор микрюков собака доктор микрюков и собственно говоря вам будет сто пятьсот в карму однозначно ну что поехали прокачаем мозги давайте плюсы в чат в общем-то да и тогда поехали нас уже 170 человек это круто донецк давайте в конце я расскажу про свои еще курсы которые у меня есть в доступе про разные классные условия вот а пока давайте займемся контентной частью то есть именно тем ради чего мы здесь с вами все собрались что напомним мы сегодня разбираемся с вами со строением физиологии кожи для мастера перманентного макияжа насколько у нас к сколько мы успеем насколько у нас получится и так супер да и так вот такую картинку я думаю видели все то есть эту картинку там легко найти в гугле и так далее часто на этих картинках на таких иллюстрациях художники изображают кожу не совсем точно то есть здесь мы исправляли ее и мы здесь истончали эпидермис ну давайте несколько слов без слайда пока несколько слов про кожу да спасибо большое да я стараюсь всегда для вас и так несколько слов про кожу сама по себе кожа это орган это нужно понимать то есть это не латексный коврик это не бинт резины и так далее то есть на который можно тренироваться без зазрения совести нет кожа это орган и она состоит из нескольких тканей то есть по факту в ней входит две основные ткани это эпидермис и дерма я кстати вот такую еще штуковину приготовил я наверно буду рисовать вам сейчас может быть получится у меня я тут вообще круто так попробую давайте попробуем бамс вот такой штуковины я сейчас попробую поставить камеру еще сюда ну то есть вот на попробуем так небольшого интерактива добавить чуть-чуть добавили и так вот вот эта верхняя часть вот эта вот часть это это эпидермис нижняя часть вот это это дерма другой на цветом лучше вот это вот это это дерма верхняя часть это эпидермис и это две абсолютно разные ткани которые этот угол наверно свои слайды пока да это две абсолютно разные по происхождению ткани эпидермис по сути вот этот верхний слой да вот ее что заштриху вот так он ближе и роднее даже наверное к нервной системе на самом деле как бы это странно не было по происхождению он реально близок к нервной системе вот эта часть которую эту другую сторону поштрихуем дермальная часть это соединительная ткань и в итоге они вместе со существуют давая нам единый орган кожи и собственно говоря мы вмешиваемся в физиологию вмешиваемся во все процессы которые происходят в кожу поэтому надо немножко понимать как они как они устроены давайте начнем сверху то есть сверху это вот отсюда вот так то есть с эпидермиса давайте маленький конкурс на сообразительность и на уровень знаний сколько слоев эпидермиса выделяют сколько вы знаете слоев эпидермиса давайте я пока на себя направлю проявите свою сознательность 5 4 3 2 1 полетели 75 давайте так здесь нужно понимать что это различный функционал у клеток то есть самих слоев клеток их много достаточно их может быть несколько десятков вот эти мнения разошлись но давайте тогда восстановим справедливость и разберемся тогда вот так давайте на самом деле правы и те кто говорит что их 5 и те кто говорит что их 4 потому что на разных участках разное количество слоев активных и сейчас я поясню в чем собственно говоря между не разница до эпидермис это верхний слой он достаточно тонкий да он достаточно тонкий это всего лишь там доли миллиметра на самом деле но в целом состоит из большого слоя клеток и здесь вы видите можно выделить это базальный шпаватый зернистый блестящий роговой но блестящий слой есть далеко не во всех до далеко не на не на всех участках то есть блестящий слой присутствует только на ладонях и подошвах то есть наиболее испытывающих максимальную нагрузку на всех остальных участках кожи практически их в основном 4 да вот это уже хорошо можете картинки выложить ну наверное не знаю у нас самом деле много всяких плюшка бонусов как я говорю да мы их собрали на в один большой пакет который вы сможете получить выполнить слои которые я в конце скажу поэтому очень легко можно много чего не только таких картинок получить а еще много чего интересного итак поехали дальше это выглядит на картинке да да в интернете много картинок согласен абсолютно вот это выглядит как изображают художники а теперь давайте посмотрим как это выглядит в реальности на самом деле в реальности это выглядит не так эффектно и не так красиво и здесь еще надо постараться чего-то узнать и как-то разобраться но здесь очень толстый роговой слой это поверхность ладони это немножко не так кожа с которой вы работаете но тем не менее здесь четко видно все слои которые вы видите ну который вы сейчас мы здесь различаем и здесь у нет не настолько понятно не на не так гладко как на красивой иллюстрации и художника. Тем не менее, здесь тоже все это есть. И почему важно? Потому что сегодня у нас заявленная тема, это важные факты о строении кожи. Почему нам важно, вообще важен функционал эпидермиса? Потому что вы его травмируете, то есть вы его вынуждены проходить и укладывать свой пигмент ниже, чем эпидермис. Вот такая у нас есть поверхность кожи. Это нормальный рисунок поверхностью кожи. И его нужно преодолеть. Давайте еще немножко тогда. В каком слое кожи, напоминаю, есть эпидермис, дерма и подкожно-жировая клетчатка, расположен пигмент? Ну-ка, давайте проедите свою сознательность. Интересно слушать, как на уроке биологии? Ну да, спасибо, я стараюсь. Давайте, напишите, в каком слое кожи находится... Ура! Ура! Первый вопрос и правильный. В первом. Хорошо звучит. Есть. Эпидермис проскакивает. Дерма. Верхний слое дермы. Тонкий ответ. В первом. Немножко, наверное, неправильно. Окей. Дерма-дерма. Супер. Шиповатый. Эпидермис. Сосоком слоя дермы, папиллярным. Эпидермис. Сосочковый. Верхний слой. Прикольно. Ладно. Окей. Тогда давайте. Тогда давайте договоримся. Опа, сейчас я переключу камеру. Меня радует, что много ответов... Что-то как-то немножко... Вот так, чтобы меньше бликовало. Вот. Меня очень радует между эпидермисом и дермой. Дерма. Интересно просто, правда, прочитать ваши ответы. Вот. А как вы себе представляете между эпидермисом и дермой? На самом деле, между эпидермисом и дермой, это вы имеете в виду... Ну, вот если так вот, да? Ну, как бы... То это вот оно. Только вот это вот. Вверху эпидермис, внизу дерма. Да? Вот если так совсем. Ну, давайте не будем мучиться. На самом деле, действительно очень важно понимать, что это дерма. Ничего другого. То есть, чтобы пигмент у вас остался хоть на сколько-нибудь долго, необходимо, чтобы он попал ниже вот этой беленькой границы, ниже границы эпидермиса. Вот. А уж в каком слое дермы он будет, это уже другой вопрос. Это уже вопрос технически того, куда вы его внесете. На самом деле, он может попадать и глубоко, и в подкорно-жировую клетчатку, и вот здесь может быть, и вот здесь. Ну, то есть, как бы абсолютно хаотично в разных участках. И вот тут как раз, да, возникает вопрос, где он именно должен быть. Ну, забегая немножко вперед, могу сказать, что идеально, если он будет в верхних слоях действительно дермы. То есть, грубо говоря, вот это у нас вся вся глубина, высота дермы. Да? И лучше бы, чтобы наш пигмент был где-то в верхней трети. Примерно. То есть, это очень условно, конечно, да? Но, в целом, в верхней трети. Это будет лучше с точки зрения цветовосприятия, и мы это чуть-чуть дальше разберем, чтобы стало понятнее. По факту, конечно, можно, как говорится, засадить и глубоко, и в среднюю треть, и в нижнюю треть. И, в целом, это довольно сложно контролируемый процесс, который вам придется... Вот, да. Который контролируется уже вашей техникой, уже вашим ощущениям. К сожалению, линейки для того, чтобы как вы будете погружать иглу и так далее, к сожалению, не предусмотрено. Поэтому основное это ваше ощущение, ощущение кожи, ощущение вашего аппарата, вашей машинки, вибрации и так далее, и так далее. Вот. Поэтому по-другому никак. Нет таких линеек. Серьезно. Вот. И это возникает у вас ощущение только с опытом. Поэтому, ну, честно, я как... Не с точки зрения техники, с точки зрения физиологии, я бы советовал изначально работать, все-таки стараться более поверхностно, потому что это хотя бы легче исправить. Ну, не приживется, как говорится, пигмент. Вы лучше сделайте еще одну процедуру, либо еще что-то подкорректируйте. Но если уж вы засадите пигмента много и глубоко, то потом с этим гораздо сложнее будет справиться. Это тоже один из таких факторов, который вот зависит от физиологии кожи. Ну, давайте вернемся к поверхности кожи, посмотрим прикольные картинки. Вот так выглядит поверхность кожи. Если вы сейчас внимательно приблизитесь сейчас к себе свою кожу и прям попробуете ее рассмотреть с очень близкого расстояния, то вы плюс-минус вот такое поле, такую полянку-то и увидите. Да, вот таких треугольничков, ромбичков и тому подобного. Вот. И это нормальный рисунок кожи. Зачем нужно... У вас есть? Да, давайте я на вопросы в конце отвечу. Договорились, чтобы все-таки всем было интересно. Да, я в конце оставлю немножко времени на ответы на вопросы. Есть. Поверхность кожи имеет нормальный рисунок. И вам тоже стоит с ним ознакомиться и увидеть его, да, чтобы можно было отличать рубцово-измененную ткань от нормальной. Потому что, когда вы, я покажу в конце тоже рубцы на коже, видите рубцово-измененную ткань, то она отличается вот от такой нормальной классической ромбовидной исчерченности нашей поверхности кожи. Ну давайте приблизимся еще вперед. Погнали. Но это вот если еще ближе увеличить, очень сильно и мощно. Вот так выглядит наш реальный эпидермис. То есть это вот такие скопления, такие чешуйки. Не знаю, как у вас. Меня очень всегда впечатляют такие иллюстрации микроскопические. Вот. Поэтому имейте ввиду. Я напомню, что можно делать. Давайте так. Можно делать скриншоты. Да. Потому что это прикольные картинки. Упоминать мой аккаунт, и я вам буду очень благодарен. Ну и вы тоже будете молодец. Вернемся обратно. Это еще не все страшные картинки. Там веселей еще будут. Мы возьмем, да, мы возьмем и еще увеличимся. И вот здесь мы с вами видим реально одну из, прям вот отдельную чешуйку. Это вот те самые чешуйки, которые с нас сшелушиваются в огромнейших количествах с поверхностью кожи. Именно вот такой черепицы выложен весь роговой слой. То есть это весь слой. Катнусь. Это вот тот самый роговой слой, который это наша невидимая броня. На самом деле он защищает нас от всех вредных воздействий. И роговые чешуйки, да, не очень красиво. Мы вообще очень не очень красивы, если мы нас хорошенечко увеличить и рассмотреть внимательно. Человек не очень привлекательен. Вот. Эти чешуйки состоят из того же кератина, из тех же веществ, из того же вещества, которые состоят. Панцир-черепахи, рога там у каких-то животных и так далее. То есть клыки, не клыки, вернее клыки, это ваше стоматология. Нет. Когти и так далее, и так далее. Вот. Это очень прочное, очень прочное вещество. И оно устойчиво. Термически, механически и вполне себе хорошо нас защищают. Вот. Да. А теперь давайте... Пошла за скрабом. Да-да-да, пилинг как раз улучшает ваш внешний вид за счет того, что вот эти все искривления, пространство отшелушивает хорошо и у нас получается. Да. Супер. Вот так тоже выглядит при большом увеличении эпидермик, поверхность эпидермиса. То есть вот этот самый роговой слой, наслоение, они очень похожи на черепицу. Черепица, которую мы укладываем. Вот. А теперь самое прикольное, вот так выглядит прокол иглы. Вот. Я специально хотел это показать, чтобы мы сначала посмотрели, как выглядит в норме, как выглядит нормальная поверхность, а потом вот такой прокол иглы. И я хочу, чтобы вы тоже понимали, что это... Вот. Чтобы... Это травма. То есть любое проникновение, любое повреждение кожи иглой – это травма. То есть когда вы вносите пигмент, все-таки это некоторый уровень, травматизации. Вот. Да. Об этом поговорим попозже. И суть следующая. Наша задача, да, выглядит так страшненько. Да. Теперь представьте, какое количество таких микроотверстий вы делаете. Невероятнейшее количество. То есть вот таких прямо каналов, которые вы проводите иглой. И эта игла несет на своей поверхности краску, частицы пигмента, которые вы вносите как в эпидермис, так и в дерм. Да. Теперь давайте обратно посмотрим. Вот теперь здесь. Здесь... Да, веселенький эфир. Здесь показано уже дальше. Вот эта черная граница, которую вы видите, это граница между эпидермисом и дермой. То есть эпидермис сверху остался, дерма ниже. То есть мы как раз прокалываем, вы прокалываете иглой и проходите глубже в ткани. Глубже в ткани. И ваша задача как раз положить пигмент ниже эпидермис. Потому что все, что будет наверху, все, что останется на поверхности эпидермиса и в толще эпидермиса, оно все сшелушивается. То есть оно все уйдет. Это как раз тот самый эффект, когда ваш клиент, ваша клиентка, например, она, например, встала после татуажа бровей и говорит, ой, боже, какой ужас, у меня там черные брови такие сделали, темные, насыщенные, и она там в панике, падает в обморок и так далее. В этот момент вы ей говорите, что не надо панике. Через несколько недель, через 4 недели примерно, может быть, полтора месяца, они побледнеют и побледнеют серьезно процентов на 50. Происходит это побледнение за счет того, что эпидермис имеет такое свойство, как обновление. То есть эпидермис обновляется у нас снизу доверху, проходит весь путь. Поэтому эпидермис на работе тоже плохо. Да, хорошее замечание. Я постараюсь ответить, почему это плохо. Но давайте так, если выбирать между слишком поверхностным и слишком глубоким, лучше слишком поверхностно. Это хотя бы легче исправить. Обновление эпидермиса происходит довольно быстро. В среднем у молодого человека, молодого это дом в районе от 20 до 25 лет, такой можно выбрать возраст, обновление эпидермиса занимает реально 28-30 дней. Это стандартная цифра, которую можно запомнить и спокойно от нее отталкиваться. Но помимо молодых, вы работаете и с более старшим возрастом. Поэтому вот такой первый факт, который очень важен вам для запоминания. Кто-нибудь, я думаю, обязательно уже много раз сталкивались и слышали, но я думаю, кто не слышал, очень будет полезно. Для того, чтобы рассчитать срок обновления эпидермиса, и, соответственно, для вас это означает процедуры коррекции с точки зрения именно физиологии кожи, то это нужно такую простую формулу использовать. Возраст человека в годах, прибавляйте 10, получайте срок обновления в днях. Нельзя сказать, что это суперточная и так далее, и так далее формула. Тем не менее, от нее реально можно хорошо оттолкнуться и понимать, что если к вам придет дама, например, 50 лет, то делать ей обновление, например, через 28-30 дней, будет все-таки рановато, потому что эпидермис до конца еще не успеет восстановиться. То есть ей по-хорошему ближе к 2 месяцам оставить промежуток для восстановления. Просто чисто по физиологическим причинам. Если 75 лет, то там мы уже индивидуально подходим, и лучше поставить ей срок больше 2,5-3 месяцев, например. Еще раз говорю, есть всегда, конечно, индивидуальные особенности, гормональные, этнические и так далее, но для ориентира это прям шикарно. После такой формулы коррекции стали качественнее. Вот тоже, видите, пишет одна из участниц. Почему? Потому что когда вы... Давайте сейчас объясню, почему нужно выдержать этот срок. Давайте. Сейчас, секунду. Здесь никакой магии. То есть здесь чистая физиология. Когда вы вносите пигмент... Сейчас, ну давайте, сейчас секундочку одну. Давайте. На каждые 10 лет после 50 добавляем. Нет-нет-нет, то есть уже начиная с 30. Можете, ну то есть вот там больше 25-30 лет, добавляете десяточку, и ну как бы все хорошо. Сейчас я попытаюсь найти картинку красивую. Па-ра-па-па-пам. А вы пока можете лайки поставить. Вот. Мне будет приятно. Итак. Рисуем. Я тут буду... Секундочку. Переключу. Угу. Благодарю. Итак, смотрите. Что-то у меня отключилось, что ли? Карандашик. Спасибо. Что не хочешь? Прошу прощения. Угу. Ну все. Облун. Сейчас очнется, надеюсь. Опа. Тут вроде хорошо. Так вот, правильно заметили. Потому что если вы... Не хочет работать. Ладно. В общем, тогда на себя поставлю. Если вы раньше времени начнете делать коррекцию, то есть, грубо говоря, у вас будет возрастная дама, там лет 50, например, а вы ее пригоните через 28 дней, потому что так сказали, то у вас еще остатки пигмента будут в эпидермисе. И вы до конца не видите распределения вашего пигмента в дерме. То есть, вы по сути, ну наполовину, ну не то что слепы, но вы не видите реальную картину. С той точки зрения, что вам мешает еще не очищенный до конца и не восстановленный. Вот. Спасибо большое. Вот. И вы таким образом лишаете себе возможности добавить пигмента там, где его не хватает, либо там, да, не вносить избыток, где его, допустим, все-таки больше. Вот. Поэтому, ну вот в этом суть. И вы сейчас вот можете посмотреть, если мне не верите, тут ребята, ребята, девушки, которые работают по этой формуле, они сказали, что работы стали качественнее, коррекции стали качественнее. И это как раз вот завязано не просто на чем-то таком абстрактном, а это реально физиология. Просто нужно помнить о том, что эпидермис с возрастом обновляется. Позже и вы просто не видите вот эту самую, почему-то у меня карандаш не рисует под люк. Так что записывайте формулу, держите в голове, пришла дама 30 лет, прибавили 10, ну через 40-45 дней оптимально. Вот. Это одно из лучших таких решений, которые вам... Все. Технический у меня... Технический сбой. На базе говорили, что можно зашрамировать, если раньше времени сделать коррекцию. Ну давайте так. Шрамирование связано немножко с другим. Немножко с другим. В целом риск чуть-чуть повышается, но с Юлей Работ намного лучше. Вот. Супер. Супер. Вот спасибо большое. ПМ Куценко пишет. По этой формуле с Юлей Работ намного лучше. Кайф. Мне нравится. Ладно, я сейчас попробую все-таки, чтобы рисовалки у наших получились. Опа. Не понимаю. Почему не хочет. Ладно, значит без рисования. Окей. Поехали. Все. Сейчас все пойдут в связи с карантином. Вот заодно и посмотрите. Супер. С этим разобрались. Я считаю, что это полезность. Ну просто подтверждение вы увидели, что действительно стало веселей и лучше. Тогда давайте поехали дальше. Давайте теперь по поводу... Раз возник вопрос по поводу шрамирования, да, там страхов и так далее, давайте разберемся, почему возникает шрамирование и как с этим бороться. Напомню, что вот такая поверхность кожи это нормальная, да, то есть вот такая. Раз. Шрам отличается, то есть шрам и рубец, давайте так, чтобы тоже было понимание, что шрам и рубец это одно и то же. То есть это синонимы абсолютно. И они просто, ну, шрам, если ничего не путают, это на немецком, в общем-то, да. Вот. Теперь давайте разберемся, как так получается, что у одних мастеров, у одних мастеров возникает травма кожи довольно сильная, да не разрядился, в том-то все и дело. Я вижу, что комментируете, у меня 70%, я же вижу, он, не знаю, почему-то потерял связь с реальностью, конкретно с планшетом. Ну ладно, просто трать время не хочется, сейчас как бы, да, заново загружать уже не буду, будем, значит, по тем слайдам, которые у меня сейчас есть. Так вот, у одних получается после процедуры у вас легкое шелушение, небольшие, совсем там еле-еле видно, ну, какие-то вот такие пленочки прозрачные сходят, а у кого-то происходят жесточайшие корки, там, да, струп такой, да, то есть вот, в общем-то, такие, ну, очень-очень жестко, как будто после хорошей ссадины. После этого очень сильно отличается, вот, очень сильно отличается поверхность кожи. Я думаю, что, блин, я все-таки не показал сюда, разве не выгрузил? Я думаю, что вы видели, как выглядят губы, например, после перманета макияжа жесткого, например, да, когда прямо есть белый контур и расширенные поры. Видели такое, да, то есть когда сами по себе губы, ну, все сделано, но вокруг еще, когда заходят, особенно за контур, там прям жесть на самом деле творится. Вот. Я думаю, обращали внимание еще одну попытку. Предприму. Давайте, вы пока напишите, видели? Вы видели, конечно. не видела. Да ладно, что вы рассказываете, не видела. О, ожил планшет, надеюсь. Сейчас, секунду. Нет, покажу, почему-то они у меня не здесь. Странно, но... А, нет, покажу, покажу, все, сейчас нормально, все, 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 нашел. Покажу. Это я просто... Тяжело, знаете, одновременно как бы и общаться с вами, и вести, и еще искать, когда у тебя что-то не работает. Это прям не очень весело. Но мы справляемся. Одну секунду, я сейчас все-таки эту картину... А, ну вот, например, да? Давайте страшильную такую покажу. О, посмотрите, да? То есть, обратите внимание, обратите внимание вот на контур вокруг. То есть, вот это как раз та самая измененная ткань. та самая рубцовая, вот прям, да, вот. Сейчас я... То есть, вот этот вот весь контур, вот это все, а это все рубцовая измененная ткань. Да, к сожалению, к сожалению, как бы вы там сейчас страшные вещи такие не рисовали, но... Тем не менее, так и есть. Вот, я пока сейчас переключусь. Да. Я еще одну картинку, просто, чтобы уже сразу было. Чтобы мы с губами закончили. И это не только губы. Давайте еще что-то. Если вы думаете, что это единичный случай, то нет. Вовсе нет. Опа. Ну, то есть, это, конечно, самые яркие такие. Но, тем не менее, вот она, видите? Вот она прям. То есть, это вот эти вот-вот-вот. Все это рубцовые изменения. И вам по-хорошему их надо видеть и отличать. К сожалению, да. Ну, на самом деле, это ситуации, которые встречаются просто у клиентов и так далее. Вот. Исправить с этим очень трудно. На самом деле, вот. На самом деле, можно вплоть до иссечения делать. Можно у меня в аккаунте посмотреть и так далее. Ну, то есть, посмотреть, как это иссякает даже. Нет, на самом деле, это не лазер. Это ситуация, может быть, даже после перепаханной. Просто перепаханной кожи. Да. Теперь, как это получается? Давайте разберемся, почему такое появляется. То есть, вот у нас вот такие плакаты есть на эту тему, на самом деле. Которые тоже можно объяснять клиентам. И если вы преподаватель, например, то по ним очень удобно объяснять. Итак, в норме. Если вы, если вы наносите небольшое количество проходов, то есть, наносите небольшое количество таких проколов кожи, то между участками проколов, то есть, в любом случае, повреждения, вы видели этот туннель, между участками проколов появляется, остаются здоровые участки кожи, базального слоя и так далее. И это позволяет восстановиться кожи по всему объему, по всей площади. Это вот та ситуация, когда у вас перманентный макияж прошел успешно, все восстановилось за буквально за неделю и все шикарно. То есть, это объясняется тем, что вы делали небольшое количество повторных проходов, то есть, не молотили несколько часов. Вот. А вторая ситуация, когда формируются рубцы, рубцы формируются не только на губах, это когда вы сделали, ну, не вы конкретно, да, абстрактный какой-то мастер, сделал огромное количество, огромное количество проходов и просто перемолол. То есть, прямо как в мясорубке перемолол кожу со всеми возможными участками для восстановления. И у кожи тогда не остается резервов для того, чтобы восстановиться. Происходит наползание с краев раны. То есть, это как раз та ситуация, когда грубая, грубая корка, сильный отек, очень сильный, да, когда, ну, я думаю, все слышали истории, когда там после татуажа губ, например, там, да, через трубочку, там, пять дней человек пил, потому что ужас, ужас был. вот, это все как раз про, про вот это. Да, портал в ад. Кошмар какой, фантазия у вас, а, товарищи? Вот. И отсюда очень простой выход, ну, не то, что выход, да, а совет. Очень важный. Если у вас вдруг, почему-то, ну, не укладывается у вас пигмент за, там, один, два, три прохода, да, то нужно вовремя остановиться и отпустить человека, чтобы его кожа имела резерв для восстановления, чтобы она могла спокойно регенерировать без рубцов, без шрамов. После этого вы посмотрите через некоторое время на то, как она восстановится, да, через, там, месяц-полтора, оцените весь остаток пигмента, который у вас остался, и только после этого, ну, припримите еще одну попытку. Поэтому пытаться впихнуть невпихуемое, вот, как отбой на молотком, да, 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 пытаться впихнуть невпихуемое любыми силами за один сеанс чревато формированием рубцов, потому что понятно, что можно спихнуть на клиента, сказать, что он плохо ухаживал, он там что-то еще делал, но если нет достаточно сильной травмы, то как бы он не ухаживал, то, ну, как бы не будет рубца, да, то есть, вот, по факту при правильном постановке вопроса, то есть, при правильном нанесении перманентного макияжа, нетравматичным, то клиенту, вашему пациенту, клиенту, ему важно просто хотя бы не мешать, то есть, ему даже по большому счету сильно ухаживать, нет смысла, кожа сама прекрасно восстановится, и все будет замечательно, однако, ну, вот, если сильная травма, то тогда, да, тогда риски, конечно, очень сильно, очень сильно повышаются, на губах другая структура кожи, заживает быстрее, да, губы немного отличают, они имеют свою специфику, то есть, там кровоснабжение потрясающее, поэтому там они вытерпят побольше, да, да, поехали, маска из денег, да, спасибо, я, это мой конёк, объяснять, да, я сейчас покажу еще, что это не только про губ, потому что у нас губы здесь фигурировали, только я сейчас, давайте, я сейчас включу еще, и покажу, что это на бровях та же самая ситуация абсолютно развивается, я думаю, на бровях вы, скорее всего, видели это даже, наверное, чаще, вот, хотя губы тоже очень часто, через один, да, давайте вот брови посмотрим, оп, оп, то есть, если вот так рассмотреть, то, грубо говоря, здесь тоже все прекрасно видно, то есть, вот эти вот белесоватые, вот эти участки, вот они, да, то есть, вот это все рубцово измененная ткань, здесь будем считать, что практически ничего нет, но вот этот весь, вся вот эта часть, это рубец, к сожалению, рубцово изменения могут быть самой разной степени выраженности, есть очень сильные, есть прям очень сильно выраженные, ну, там надо постараться, я вообще хочу сказать так, что, да, 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 я вообще хочу сказать так, что, чтобы сделать рубцы на лице, это нужно, правда, очень сильно стараться, по той простой причине, что кожа лица имеет замечательное кровоснабжение, они, кожа лица имеет прекраснейшие способности для регенерации, и так далее, и так далее, и чтобы вот такое получить на лице, нужно, правда, приложить некоторые усилия, но справляются, к сожалению, или к радости, но справляются, в общем, люди, то есть, грубо говоря, получить рубец на теле гораздо легче, гораздо легче, нанеся татуировку, и так далее, и это часто происходит, особенно в неумелых руках, поэтому важный технический совет, меньше проходов, меньше травмы кожи, не получилось за 2-3 прохода у вас нанести, оставьте человека, отпустите, лучше сделайте больше повторных коррекций, нежели пытаться за количество проходов на одном сеансе решить эту проблему, поэтому это очень важно, лечить рубцы не нужно, рубцы не болеют, на самом деле, это тоже большой миф, что если рубец сформировался, то его можно как-то исчезнуть, как-то стереть, убрать и так далее, к сожалению, нет, то есть рубцовая ткань, это заплатка, по сути, это измененная вообще структура кожи, то есть, это регенерация кожи, как-то происходит восстановление, по экстренному типу, то есть, в норме должны сохраняться, чтобы у нас не было рубца, у нас должны сохраняться участки эпидермиса нормального, по всей площади, и, грубо говоря, у нас по всей площади идет одновременная регенерация, если мы так размолотили, что у нас ничего живого не осталось, то у нас происходит наползание с концов, с краев, это происходит очень долго, это как я сравниваю, знаете, как заклеивать там футбольное поле лейкопластырями маленькими, пытаться таким образом, вот, и это очень долго, тяжело, организм не может, не может себе этого позволить, и он очень быстро решает проблему дырки в коже, ну, то есть, вот дефекта, он заполняет практически как монтажной пеной соединительную тканью, которая очень нетребовательная, и ей, как бы, ну, все равно на красоту и внешнюю грацию, вот, в итоге мы получаем то, что получаем, в итоге эпидермис потом, со временем, все-таки наползает, потом все-таки он как-то восстанавливается, но изначальная структура уже потеряна, то есть, она отличается по соотношению слоев, по сосудам, по толщине эпидермиса, взаимоотношения между ними, да, то есть, если рубец правильно, вы понимаете, если рубец появился, то он уже на всю жизнь, поэтому очень важный акцент, не надо его допускать, не надо надеяться на то, что потом когда-нибудь чем-нибудь пошлифуете, что-нибудь там поделаете с ним, он по мгновению палочки исчезнет, нет, то есть, его можно улучшить как-то, уменьшить его внешние проявления, но то, что это будет изменено рубец, он останется, не знаю, если вы вспомните, посмотрите на свои коленки, в конце концов, но я имею в виду, что в детстве дети очень часто падают, рассекают себе коленки, раны, и уже вырастая, там, в старшем возрасте, практически у всех, есть той или иной степени рубцы на коленях, вот, и с ними ничего не происходит, и они никуда не денутся, к сожалению, поэтому вот, можно так это назвать. Было несколько вопросов, было несколько вопросов по поводу того, можно ли сухой игловой, либо какими-то еще средствами улучшить структуру рубца. Да, структуру рубца изменить можно, то есть, грубо говоря, вся работа с рубцами сводится к, сводится к простой, вещи относительно. Мы точно так же рубец травмируем, то есть, тоже волшебства никакой, и магии там нет, но мы травмируем кожу, аккуратно, дозировано, в надежде, что она пересозреет, то есть, рубцовая ткань пересозреет в более эстетичного вида, другую рубцовую ткань. Вот, собственно говоря, и все. На этом завязаны как раз и фракционное омоложение, и дермопены, и сухой иглой работы, и любые другие все способы, которые там стремятся исправить рубец. То есть, мы уже аккуратно, с большим пониманием травмируем, но в итоге, только надеемся, и пытаемся все усилия предпринять к исправлению рубцовой ткани. Ну, супер. Про замещение рубцовой ткани ремоуера немножко не понимаю вопрос. У меня в 6 лет большие рубцы как-то ушли. Вы знаете, детский возраст, вообще, если совсем маленький возраст, то действительно регенерация потрясающая просто. То есть, восстановление кожи в раннем возрасте, а еще внутриутробно, вообще без рубцов происходит. К сожалению, в старше нам уже не очень. С келоидами, вот правда вопрос. Давайте еще про келоиды, пару слов буквально. Настоящих келоидов очень мало. Все, что чаще всего называется келоидами, это обыкновенные гипертрофические рубцы. Настоящие келоиды, это один очень важный признак. Келоид выходит за границу. Повреждение, которое было изначально. Не надо ничего иссякать, я вас очень прошу. Вот. Да, лучше правильно, их лучше вообще не трогать. Келоиды выходят, то есть, грубо говоря, повреждение было на, там, на пяти, какую-нибудь копеечную монетку, да, а рубец разросся до масштабов, там, с кулак. Вот это келоид. Вот. Это важно. И пытаться его лечить не нужно, потому что с келоидами до сих пор официальная медицина при наличии всех вариантов возможностей и так далее, и так далее, не научилась нормально работать. Иссечение заканчивается, там, в более чем половине случаев повторным, еще большим размером рубца. Там очень много головников и проблем, на самом деле, поэтому с келоидами не нужно, в принципе, работать. Вот. Но, опять же, их настоящих очень мало. То есть, очень много называют, ну, проходит ремувером по рубцу, после рубец визуально становится ровнее. Это вот, это одна из, ну, как бы сказать, это один из физиологических механизмов немножко повредить, в надежде, что созреет, и что клен будет лучше ухаживать, как-то, да, не допустит усиления, да, и все. Но, это всегда вероятность. Супер. Ну, что, нравится, друзья мои? Я думаю, что полезно. Напомню, можно, да, можно что-нибудь заскринить, зарепостить и упомянуть меня. Будет, будет вам, мне приятно, вам тоже. Так, при обработке ремувера замещение гипетрофирной ткани на нормальный. Сейчас многие говорят об этом или с очень медосухой губой. Да, супер. Вот, в целом, давайте немножко еще пару слов. Оф. Ну, верну себя пока. Мы об этом говорили. Важно понимать, можно хоть чем угодно это делать. То есть, можно сухой иглой, можно с чем-то еще, можно лазером, можно там различными другими способами. Важный принцип. Дозировано повредили, получили перестройку, ремоделирование. Все. Но исчезновения волшебства здесь нигде никакого нет. Вот. Супер. Ну, давайте еще тогда затронем момент по поводу, вот вы говорите, там поверхность работать глубоко и так далее. Ну, давайте вот так, наверное, сделаем. К примеру, как в норме должно это примерно выглядеть? то есть, нормальная кожа, мы иглой протыкаем эпидермис и в верхних слоях оставляем слой пигмент. А теперь варианты, как вы засаживаете пигмент. Сухая тонкая кожа, например. Сухая тонкая, возрастная, не знаю, там где-нибудь на хвостике брови и так далее. То есть, если вы привыкли работать так же, будете работать так же, как, например, с нормальной, то вы неминуемо просто засадите его глубоко. то есть, то же усилие, тот же вылет огны, то вы неминуемо просто погрузитесь очень сильно глубоко, оставите слишком много пигмента, и в итоге это будет классический засаженный пигмент чаще всего на хвостике брови. Я думаю, что все сталкивались с засаженными хвостами. Так же? То есть, хвостик, сама бровь, вроде головка тела, ничего. Вот. Сама вроде бы ничего, а хвостики прям синие, вообще засаженный, ужас-ужас. Вот это как раз из-за того, что у нас толщина кожи меняется от лба к височной части и не менять методику, вот, да. Да, тогда хвостики часто. Да, и еще был один вопрос по поводу толщины кожи, еще что для жирной кожи, для жирной кожи сильно поверхностно не очень удобно, то есть это не очень. Почему бывает полный выход пигмента? У меня было так две клиентки, просто как будто от ним не при... Не... Сейчас отвечу на все вопросы, друзья мои, хорошо? Или так, 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 все, 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 началось, вопросы понеслись, спокойнее. Не вылет, а ход иглы. Давайте так, я могу сейчас не точно, с технической точки зрения, именно там, вот там, да, может быть в терминах ошибаться, но, вот я это воспринимаю следующим образом. Это вылет, грубо говоря, иглы и ваш нажим, это сочетание, то, насколько вы погружаете иглу в кожу. Если пользоваться терминологией, есть там длинноходные, короткоходные аппараты, и зависит от этого еще техника ваша. Вот. Но самый главный принцип в итоге, да, это то, что игла должна погружаться в кожу, ну вот, не слишком глубоко, не слишком поверхностно. Если это жирная кожа, вы очень легко работаете, то вы прокрасили эпидермис, но в итоге, прокрасили эпидермис, но вы увидите на процессе, вы увидите, классно у вас брови получились, все здорово, там все ваши напыления, там стардаст, все, все как надо, в общем. Вот. Но пройдет месяц, и это все слетит вместе с эпидермисом и обновится, да, то есть в дерму попадает либо минимум, либо вообще ничего не попадает, да, поэтому, а с учетом, что жирная кожа, она еще, она еще, как это сказать, она еще более активна в плане физиологии, то в такой ситуации вы банально просто не получаете нужного эффекта. Почему цвет исчезает сначала, а потом появляется через месяц? Почему меньше видно пигмент, когда эпидермис обновится? Хороший вопрос, интересный. На самом деле, эпидермис и дерма, вообще дерма в целом активна, и там идет перераспределение пигмента изначально. Вот. Во-вторых, есть оптические тоже эффекты, и когда эпидермис там обновляется, и когда у нас, например, даже месяц прошел, там допустим, месяц-полтора, у нас все равно не полностью идет восстановление всего эпидермиса. То есть он это первичное восстановление, потом еще догоняет. Вот. Четкое описание, почему происходят какие-то вот такие, ну, ярче-меньше, я, честно говоря, не могу вам сейчас вот прям объективно сказать. Вот. Здесь нужно еще понимать, что глаза наши нас обманывают. Зачастую. В наше визуальное восприятие оно очень-очень обманчиво, потому что, ну, я думаю, тоже вы прекрасно видели синие там брови, синие татуировки, синие все. А по факту там синего нет и близко. Тем не менее, вы это видите. Поэтому ваши глаза, это, ну, тоже инструмент, но, к сожалению, да, про эффект тендаля. Вот. Да, здесь присутствует как раз эффект тендаля, и цвет подкрашивается. Ну, то есть, подкрашивается визуально холодным спектром. То есть, грубо говоря, до того, после изудаления редеют волоски. Мастера утверждают, что это исключено. Лысин, очевидно. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Смотря, как удалять. Если удалять вместе с кожей, то и волоски тоже, ну, как это, поисчезнут, я бы так это назвал. Вот. Если удалять нетравматично, то они на самом деле очень сильно, ну, то есть, даже стимулируется рост волос. Вот. Так, у нас времени не так много, я не знаю, даже во второй эфир, разве что можете рассказать, там, на вопрос поотвечать. Смотрите, давайте сделаем таким образом. Я отвечу на вопросы. Отвечу на вопросы. Давайте, наверное, так поступим, да, вот из вопросов интересных. Сейчас посмотрим. Ладно, давайте задавайте вопросы, будем смотреть. Вообще, понятие «правильный пост-уход» на самом деле, это весьма такая штука странная, потому что на самом деле нет единого, наверное, стандарта. Вот. По факту, главное не мешать. Вот. А там, мазать вазелином, не мазать, протирать хлорексидином или не протирать, это, я считаю, не будет как-то критически. Блин, так, 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 спокойно, спокойно, спокойно понеслось. Чем в стране жирная кора отличается от сухой? Ну, давайте так, жирная гораздо более физиологически активна, она толще, толще все слои, вот, это как минимум. Вот. Про медобразование. Слушайте, давайте так, по закону нужно медобразование, это лицензируемый вид деятельности, но есть реальная ситуация, есть законодательная ситуация. По реальности можете у девочек, которые здесь сейчас сидят, спросить, как они работают и кто работает и так далее. Ну, вот, как бы. Вот. Инверсия. Так. Так, 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 так. Давайте так, кратко, вот, пока мы сейчас еще не закончим, потому что кто придет, кто не придет, давайте я сейчас расскажу еще про то, чему у меня можно научиться. Я думаю, стало понятно, что у меня можно чему-то научиться. вот, кратко расскажу, что есть. Сейчас я найду. Да. Давайте. Во-первых, бонус. Бонус всем участникам, друзья мои. Бонус всем участникам эфира, и кто это смотрит в записи. Мы собрали на одной странице кучу самых разных ссылок, кучу самых разных PDF-ок и всякого такого, и курсов бесплатных и так далее. Для того, чтобы получить доступ к нему, нужно написать в мой аккаунт, в мой, не сюда, в мой, доктор Микрюков, ну, соответственно, подписаться тоже можно, доктор Микрюков, и написать мне в директ, хочу сборник. Это очень просто. Поэтому, я думаю, не собьетесь с ритма, да, в принципе, найдете, я еще сториз сделаю, потом тоже упомяну свой аккаунт. Вот. Поэтому, получаете мегасборник всяких плюшек. Поехали дальше. Важно. Так как мы все с вами на карантине, ну, большинство, вот, вы можете пройти полноценный онлайн-курс строения физиологии кожи для мастеров перманентного макияжа, где все эти вопросы разбираются уже без, там, перебивок, без отвлечений и так далее. Абсолютно спокойно, со скидкой 20%. Сейчас это стоит 4 тысячи рублей вместо 5. Также можно заказать у нас будет плакаты по строению кожи, если интересно, я их тоже могу сейчас, наверное, показать. Вот иллюстрации частично тоже были здесь использованы. Поэтому, вы можете этим воспользоваться, написать мне и пройти. Получите электронный сертификат, который вы сможете поделиться у себя в соцсетях, распечатать его у себя, там, да, повесить в кабинете и показать своим клиентам то, что вы вообще-то разбираетесь в теме и не просто рисуете иголочкой. Вот, поэтому это тоже важно. Еще несколько буквально анонсов, потом я дальше продолжу отвечать на вопросы. Договорились? Это, вот, бесплатно, это сборник. Курс по коже платно, со скидкой 20% для участников марафона то же самое пишем, в сторис мы тоже запостим. И напомню, что у меня есть курс удаления татуировок и татуажа. Тоже, кто там понимает, что ему это надо, решился и так далее, то, пожалуйста, милости прошу. Это лучший курс на рынке, я думаю. Вот, без ложной скромности. Я вложил у него душу и огромное количество времени, сил и денег. Вот, поэтому это реально качественно. И даже если вы не будете, не будете заниматься лазером удалением, я бы вам крайне рекомендовал. У вас изменится восприятие, вы сможете, по крайней мере, консультировать клиентов и очень, вот, будете вообще гуру, экспертом и так далее. Поэтому стоимость курса, друзья мои. Да, давайте пишите мне, пожалуйста, все в директ. Потому что я сейчас за эфиром, но за вашими комментариями, к сожалению, не могу следить. Вот, и еще один курс у нас готовится, это пигментология. Потому что эта тема мне крайне интересна, я в ней буду разбираться и, соответственно, приглашаю вас потом пройти, ознакомиться с результатами, чего я там разобрался. Да, вот. Учиться вы можете без медобразования. Много людей работает без медобразования. Другой вопрос, как это сказать, это уже ваше решение, да, но учиться, это вообще легко, подключайтесь прямо сейчас и вообще легко. И сразу расскажу. Сейчас есть у нас крутое предложение, да, крутой, крутейшее предложение на все наши продукты, на все мои продукты, обучающие. Это рассрочка, то есть это мы договорились с банком, все комиссии, все-все-все мы берем на себя. Вы без первого взноса, без переплаты, без каких-либо надбавок, наценок и так далее, можете взять до 10 месяцев рассрочку и реально там получается от 79 рублей в день базовый курс по удалению тату пройти. Поэтому можете прямо сейчас, вот, можете прямо сейчас пройти обучение и так далее. Ну, я прекрасно вас понимаю, я же говорю, вот, это личное дело каждого. Я считаю, что даже если вы не будете работать лазером, не будете, то все равно понимать и знать, что происходит, где правильно, где неправильно, где правда, где ложь, я думаю, крайне нужно. Вот, поэтому, пускай это повисит. Все, кому интересно, то, пожалуйста, я готов поотвечать на ваши вопросы. Медобразование какое должно быть? Медсестра подойдет, к сожалению, ну, как бы давайте, по закону полумер не получится. Правда. Ну, то есть, это либо лицензия, вышеобразование, аппарат с ряк удостоверением, либо вы тогда просто партизаните, как большинство. Да, спасибо большое за отзывы, кто здесь пишет, кто уже проходил у меня обучение. По шкале Фицпатрику сразу к некоторым типам или наоборот противоречит критериям. По Фицпатрику, да, так, 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 не знаю. По Фицпатрику вообще есть целые опросники на самом деле. Кто там, мне уже пиратка стали, я вижу, писать начали. Я сразу предупреждаю, у нас полностью официально все, никаких переводов на карты, никаких мошенников и так далее. То есть, у нас расчетный счет, у нас, мы платим налоги и так далее, и так далее. То есть, у пиратов старые, обгрызанные, вообще ворованные версии. Никому не советую, будете либо обмануты, либо расстроены. Поэтому приходите сразу к нам, вот, и все будет хорошо. Да. Не подставляйте сами себя. Потому что, я на это могу отдельно тоже рассказать, да, когда вы покупаете что-то за дешево у воров, вы себя подставляете, к сожалению. Вот. Вам, вам будет хуже от этого, потому что вы будете обесценивать все, что вы купили, защищать себя, потому что вы хотите остаться правильными. И в итоге у вас ничего, ну, правда, не взлетит, и будете хейтить, ненавидеть всех, и меня в том числе. Поэтому лучше этого не делать. Да, спасибо большое. Я не раздражаюсь вообще, я готов отвечать на ваши вопросы очень долго. Вот. Поэтому, так, давайте ваши вопросы, друзья мои. Я думаю, что среди вас тут тоже, наверное, есть какие-нибудь пираты сидят, мониторят. Давайте ваши вопросы, буду ждать. Могу еще пару слов сказать. Как с Украиной приобрести курс в рассвочку? Вот, к сожалению, для резидентов, правда. Ну, серьезно, то есть, либо вы найдете кого-то, кто у вас в России сможет за вас это сделать, да, ну, каким-то образом с ним договоритесь. Ну, пока что только с Россией это может быть. Имеется ли мази для устранения шрамов, какие-то плюсы? Да, обязательно имеет. Вот. Ай-яй-яй-яй. Выше. Я попробую домотай выше. Выше задавали. Повезет, прочитаю. Не повезет, к сожалению, нет. Да, контракт Убик с Медермо имеют абсолютно смысл, ну, абсолютно, абсолютно нужно. Лучше их применять, чем не применять. Это факт. Так, про толщину заточку игл, как это влияет на занесение пигментов в дермо? На самом деле, это больше к специалистам, кто вносит пигменты и так далее. То есть, я могу на травму рассказать. Так, 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 понеслось, понеслось. Выше задавали. Так, мне не видно. Сейчас давайте вот так сделаем. Вот. За 100 тысяч, хотя бы за 150. Друзья, мы давайте про лазер. Если вам нужны лазеры, у вас ограничен бюджет и так далее, пожалуйста, не решите. Вот буквально вчера произошла переписка, там тоже девочка покупала лазер, покупала его за 120, потом нашла за 65, ей уступили за 65. В итоге, херня хернёй получилось. В общем, ничего хорошего не получилось. То есть, поэтому вы пишите мне, пожалуйста, бюджет, чем вы занимаетесь. Я вас посоветую, по крайней мере, поставщиков, которые вас не кинут, не исчезнут, и у них относительно, ну, то есть, всё в порядке. То есть, в своей ценовой категории они реально лучшие. Вот. Поэтому, чирю серьёзно. Правда ли, что часть пигментов остаётся в лимфатических узлах? Видела небольшие исследования? Да, абсолютно правда. К сожалению, да. С точки зрения врача и прочего, я не могу быть правым. Какая мне, ну, как бы не то, что я себе сделал татуировку, да, вот. И, ну, я с исследовательской целью себе сделал, поэтому, я не могу быть против. Это просто, нужно понять, где вредности и их как-то обходить. Так, можно ли мазеркинуть женщинам с бровями, как вы показывали? В процессе созревания только это будет иметь смысл. Как добраться лазером до пигмента, если сверху рубцовая ткань? Ну, тяжело, это будет гораздо медленнее происходить. Вот. Спасибо большое. Ценовая категория лазер влияет на качество удаления? Конечно, влияет. Бориса Устинова знаю, поставщик хороший. Про других, пока, ну, кого вижу здесь, пока ничего не могу сказать. Прополно, пожалуйста, расскажите, почему такое происходит и не приживается вообще. Масса может быть причин. Травма, сильная, допустим, да, ну, как минимум, это если сразу, например. Правда, что эти ремоверы магниты вытягивают пигменты? Ну, я думаю, что это не совсем правда. Ну, скорее всего. Хороший эффект, если за один сеанс совместить лазер с моего, я против совмещения. Это мое субъективное мнение, подтверждение того, что это, ну, какого-то такого прям, что это реально лучше, пока что в научных каких-то вот таких серьезных исследованиях нет. Так, чего успеваю читать, то читаю. Так, 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 влияет ли иммунитет на приживаемость пигмента? Да, влияет. Ну, то есть, на самом деле, до 30% пигментов вылетает из кожи естественным путем после внесения не только лазерного глиня, но и внесения. Так, правда ли, что-то краски не выходят? Не столько они не выходят, сколько, так, ну, видимо, мне придется перезайти, друзья мои, у нас 2 минуты осталось, поэтому, давайте так сделаем, давайте я прямо сейчас, чтобы мы не случайно не пролетели, я сейчас завершу, сохраню эфир, а потом перезайду. Договорились? Вот, секундочку, а вы пока копируйте свои вопросы, чтобы их успеть вставить. раз, два, три. Угу.